доброе утро и мы продолжаем изучать тору мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать божественную мудрость притчи притчи царя соломона мишлей мишлей книга максим hello и всем здравствуйте дорогие друзья подпишите на инстаграме и подпишите на фейсбук те кто любят изучать тору вместе со мной по утрам с 10 до 10 20 hello или на супер мемори всем доброе утро и так сразу мы начинаем изучать и мы находимся в 30 главе дошли мы до момента когда царь соломон мудрейший из людей царь великий царь он просит у бога он говорит богу две вещи я просил прошу тебя и не откажи мне прежде нежели умру это был 7 отрывок 30 главы 8 отрывок мы тоже изучили вчера пустое лживая отдали от меня бедности богатства не давай мне она корми меня законным хлебом и мы здесь как раз вчера углубились в это место что на корми меня законным хлебом имеется ввиду не только заработок в этом мире когда человеку нужно для пропитания человеку нужно для самореализации он работает он получает деньги и некоторые хотят взять больше чем им положено и это называется незаконный способ а некоторые говорят накорми меня законным хлебом чтобы было честно законно я приношу пользу мне даю деньги и никто ни на кого не обижается это в материальном мире а в духовном плане если глубже смотреть на что это намекает то стремится к духовности так духовному развитию он начинает стремиться к постижению вот духовного мира да то откуда он узнает он узнает из каких-то источников одному я помню когда я только начинал начинал свою свой жизненный будни было где-то начал задумываться о жизни я помню вот я все время у меня был вопрос а вообще этим законом и тут мне попалась одна книжка там кастанеда потом им у меня в подъезде жил какой-то человек который занимался китайскими разными боевыми искусствами и иглоукалыванием и человек который ищет именно путь к духовности к богу он обычно этот путь ищет через каких-то людей через какие-то системы и если ему повезет это будут чистые люди чистые системы если ему не повезет или его намерения будут не очень хорошими или качество не очень хорошие то он может наткнуться на людей ужасных которые его затащат какие-то непонятные там секты или в какие-то вообще совершенно неадекватные движения да как были секты аумси аумси помните была секта аумси не реки какая-то японская да в общем царь сам он просил бога чтобы бог его питал от духовным знанием законным понятно теперь дальше он в девятом отрывке вот мы сегодня зачем девятый десятый отрывок значит в девятом отрывке 30 главы царь соломон он говорит богу он объясняет почему он просит не быть богатым и не быть бедным он говорит пен изба в эти хашки вам арти миши он говорит может быть я насытюсь нас и насытюсь очень сильно да я буду прямо знаете вот когда человек богатый то он насыщенный такой у него ему кажется что весь мир ему принадлежит ему кажется весь мир ему принадлежит и действительно есть у меня очень знакомы вот богатые люди вчера мне было не человек который там мульти мультимиллионер в гостях и он понятное дело что очень много людей добиваются его внимание хотят хотят добиться его расположения почему потому что люди стремятся к деньгам люди стремятся к деньгам деньги это сила и вот богатый человек да царь соломон говорит здесь можете я говорит нас и чуть насытюсь и я буду отрицать и скажу а кто такой бог кто бог вообще да это я все сделал и может быть продолжает царь соломон и вареш может я обеднею в эгонавте и украду в это фасте шемелукай и схватят меня как бы схватит меня сквернение имени бога потому что если я украду дальше я обману дальше мне придется защищать свой обман и пошло поехало и он говорит я не хочу быть вынужден действовать и от голода да мы до этого кстати учили один из законов что царь сам он говорит что даже очень уважаемые люди если они голодные мне чего кушать так ты на них не полагайся потому что человек если его инстинктивная часть она его зацепит он способен идти даже против своих убеждений то есть мы тоже изучали раньше значит по простому объяснению царь соломон просил у бога чтобы не быть слишком богатым и не быть слишком уверенным и не быть слишком бедным не быть вынужденным совершать поступки которые идут против божественных заповедей и это если мы идем по материальному слою да а если мы идем по духовному слою тогда девятый отрывок объясняют мудрецы так если я стану слишком умный он говорит если я присыщусь не богатством материальным а знанием знаете есть такие люди вот они почитали там одну книгу вторую потом теория струн потом квантовая физика и они такие в им кажется что они поняли как устроен мир и они говорят а зачем здесь бог на мне не нужен бог мне все понятно тут квантовые струны тут и тут значит какие-то там энергетические поля кварки а там и все мне все понятно мне бог не нужен это говорит царь соломон если я стану сильно умным так может быть я присыщу знанием и скажу зачем не бог тогда в этой картине мира зачем не нужна вера зачем не нужно полагаться на создателя зачем не нужно полагаться как айнштейн вот эк curriculum раз яркий пример он был сильно умные он говорит смотрите бога я не отрицаю я говорит бога не отрицаю как создателя мироздания. Эйнштейн не отрицал Бога, как создателя мироздания. Он говорит, не может быть, чтобы такая невероятная система, она возникла случайно сама по себе. Но, говорит Эйнштейн, который был очень умный, я отрицаю Бога, который лично со мной взаимодействует, которому я могу молиться, которому я могу просить, которому я могу поплакать и пожаловаться, которому я могу сказать спасибо за все хорошее. Он говорит, такого Бога я не верю, что есть Бог, которому есть до меня, до Эйнштейна дело, который со мной взаимодействует, слышит мою молитву и оценивает мои поступки. Понятно, да? Это как раз девятый отрывок, если мы посмотрим в духовном плане. Так, царь Соломон говорит, не надо, чтобы я был сильно умный, да, не надо, чтобы я был сильно богатый интеллектуально, потому что, возможно, я присыщусь этим знанием и буду отрицать Бога. И не надо, чтобы я был слишком бедный человек, бедный умом, да, если он бедный умом, так он, в принципе, не понимает, зачем духовность, да? Поели, можно и поспать. Поспали, можно и поесть. Поели, можно и поспать. То есть, человек, который слишком бедный разумом, он тогда тоже может отойти от Бога, ему он как бы не постигнет, что такое Всевышнее. Нужно быть нормальным, таким средним, да, золотая середина. И об этом как раз говорил царь Самон в девятом отрывке тридцатой главы. Теперь дальше продолжает он в десятом отрывке. В десятом отрывке он продолжает следующими словами. Аль Талшин Эвет Эль Адунаф Он говорит, не не клевещи, можно лялшин, это когда клеветать, не не клевещи на раба перед его господином. Пен Икалельха Вэ Ашамда. Может быть проклянет тебя, и ты будешь виноват. И ты будешь виноват. Значит, если смотреть по простому пониманию, то есть Миштли, притчи, там есть простое понимание, и есть то, на что оно намекает в духовных мирах. То есть царь Соломон в первой главе, он объяснил, что я сейчас с помощью примеров объясню вам самые глубокие вещи, которые только есть в мироздании. И, значит, так надо понимать притчи. Значит, говорит он следующую вещь. Первое простое объяснение, это касается взаимоотношений между людьми. Психология влияния. Вот представьте ситуацию. Есть какой-то господин, господин генеральный директор завода. Генеральный директор завода, и он такой господин над этим заводом. Или там над какой-то компанией, или над страной Белоруссии, президент и так далее. Теперь у него есть Эветт, у него есть раб. Раб это тот, который его очень близкий слуга, который полностью ему прислуживает, находится с ним большую часть времени. И есть у него, например, какой-то второй круг, третий круг, какой-то там директор завода, какой-то партнер и так далее. И вот этот вот партнер говорит директору завода, слушай, говорит, твой раб вот этот вот, он ворует, он ворует, он сволочь такая, вообще никого к тебе не пускает, он тебе приносит информацию, там Владимир Владимирович приносит тебе листики информации, это же неправда все, что он тебе приносит. Ему просто платят другие там с другой стороны, чтобы он занес именно в таком формате информацию. Этот царь послушал, да, директор завода, говорит, я приму меры. Звонит, он зовет своего этого раба, близкого, и говорит, ты что, говорит, козлина такой, да, ты мне что, приносишь не те отчеты, ты что, мне сказали, что ты ко мне не пускаешь людей правильных. Этот раб говорит, вы же меня 10 лет уже знаете, я же вырос с вами, вы что, господин начальник, да, а кто вам сказал? Петров, вот этот вот Петров вам сказал, да этот Петров сволочь последнего, я про него вам такое расскажу, и давай про этого Петрова огнать. Кому царь поверит, Петрову или рабу, который с ним 10 лет, который близок к нему. Царь Соломон предупреждает и говорит по-простому, нет ли вещи на раба, на близкого перед господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты будешь виноват. Я помню, когда-то, когда я начинал свою деятельность, это был 2008 год, как тренер, и я с одним очень, с медиамагнатом таким, прямо, очень, ну, очень крутой медиамагнат, вообще владелец газет и радиостанции, и всего, я лично с ним договорился. Договорился я лично с ним о каком-то совместном проекте. Теперь, лично с ним я договорился, но он же лично не работает, у него же есть целая команда. Он зовет своего директора по маркетингу и директора там, генерального, и говорит, смотрите, вот Ицхак, вот мы с ним согласовали проект, значит, давайте работайте. Директор по маркетингу, она такая на меня посмотрела, вот этот Ицхак, да, он говорит, да, да, там, не помню, как ее звали, вот это Ицхак, он там коуч, она была психолог, а психологи не любят коучи, ну, раньше не любили, сейчас уже любят. Значит, и она такая, как, я психолог, я 7 лет училась, а сейчас работаю директором по маркетингу, потому что психологом не смогла устроиться, психологов очень много, а он, значит, коуч вообще, кто это коуч, за месяц можно овладеть профессией, за два, и он там книжки пишет, и у него там тысячи подписчиков и клиентов, и она меня как не взлюбила, и она меня сплавила, проекта не было, то есть она конкретно пришла потом отдельно к этому олигарху, медиамагнату, она говорит, вы знаете, ну, я же у вас директор по маркетингу, я же с вами работаю, я же вашими бизнесами руковожу, но этот проект не годится, и Ицхак не годится, и проект не годится, и как вы думаете, я ему рассказывал, что она не годится, она рассказывала, что я не гожусь, кому он поверил, если бы я тогда знал 10-й отрывок 30-й главы притчи, то я бы, конечно, точно бы заранее знал, что он поверит ей, написано так, не клевещина раба перед его господином, может он тебя проклянет, и ты останешься виноват, все, я в той ситуации, по факту проекта не было, понятно, да, идея? теперь глубокое духовное понимание этого отрывка, духовное понимание этого отрывка, оно просто сейчас многим, кто внимательно сейчас послушает, откроет глаза на причину многих-многих неприятностей, которые происходят в жизни, если эту причину убрать, то просто жизнь может улучшиться кардинально, опять же, если услышать, понять, и изменить себя, вот послушайте, духовное объяснение такое, не клевещина раба перед господином, чтобы он не проклял тебя, и ты провинишься, значит, люди часто вступают в конфликты, люди часто вступают в конфликты, иногда даже со своими близкими, и мы все, мы все рабы перед Богом, что значит рабы перед Богом, каждую секунду он дает возможность существования всему мирозданию, и мы должны в принципе выполнять свою духовную работу, которая выражается в том, чтобы выполнять божественные заповеди, это работа, и в том, чтобы быть добрыми друг с другом, и есть заповедь, плодитесь и размножайтесь, хочешь не хочешь, должен, есть заповедь, жить с женой в семье, и значит, помогать жене, жена должна помогать мужу, там есть много разных заповедей, и они все в принципе это работа, это работа, Теперь есть работники хорошие, работники хорошие, это кто? Те, кто выполняют заповеди. Им Бог сказал, это делай, это не делай. И они говорят, все, хочешь не хочешь, значит буду делать. Потому что почему? Бог сказал. Есть рабы плохие, есть рабы плохие, которые говорят, какой Бог? Не знаю никакого Бога, заповеди, не заповеди. Я типа хочу и буду. Я свой хозяин, мое хочу. Хозяин даже над моей головой. И это называется плохие рабы у Бога. Они такие беглые рабы, которые потом, они понятное дело, ни награды не получат. И жизнь у них такая не очень хорошая. Теперь, но между собой люди, между собой люди, да, они между собой часто ругаются, даже близкие люди. И очень часто или иногда человек может начать в душе или вслух жаловаться Богу на кого-то и говорить Богу, вот накажи вот этого вот козла, который меня обидел. И пусть Бог нас рассудит, пусть Бог нас рассудит, сказала Сара. Сара сказала Аврааму, пусть Бог нас рассудит. Человек, который призывает Бога в суде, должен для кого-то, должен знать, что если Бог поворачивается вот этим качеством суда, а не качеством милосердия, так первое, на кого это качество суда идет, на кого? На самого человека. И когда человек другого проклинает, в этот момент проклятие в первую очередь на кого ложится? На него же. Когда человек другого судит, то в этот момент он судит себя. Есть очень известная история, когда царь Давид попросил у Бога испытания и говорит Богу, смотри, почему ты называешься Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова? Почему ты называешься Бог Авраама, Ицхака и Якова? Бог ему отвечает, потому что их я испытывал, а тебя нет. Давид говорит, царь Давид, он говорит Богу, и тогда и меня испытай. Я хочу пройти такое же испытание, которое прошли Авраам, Ицхак и Яков. И тут же у него начинается испытание, которое было испытание с Батшевой, которое было все, вот ты каждую секунду ты не знаешь, что делать. Что бы ты ни сделал, плохо. И царь Давид проходит это испытание с Батшевой, там очень сложная история, я сейчас не буду ее рассказывать. И в итоге, в итоге он совершает очень много ошибок. Теперь, в конце этого, как испытание, а жизненный путь у человека, у каждого, это испытание. Каждый день, выбор, 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 как ты себя поведешь. Испытание, как компьютерная игра. Кто-то выбирает Бога, значит, он как бы строит себе одежду для души, баллы. Знаете, как в компьютерной игре, ты когда проходишь всякие уровни, то ты набираешь энергию, там какую-то силу, одежду и так далее. В общем, царь Давид прошел вот эту вот историю с Батшевой, и там у него было очень много ошибок. Теперь, конечный результат, знаете, когда очки считаются. Приходит к нему пророк Натан и говорит ему, у меня к тебе пророчество от Бога. Царь Давид говорит, давай. Он ему говорит, смотри, это прямо в Танахе, в Библии христианской есть эта история. Ну, в Торе, естественно, это первоисточник, в Библии она тоже есть. Это история. Пророк Натан говорит царю Давиду. Жили два соседа. Один был богатый, второй был бедный. У богатого соседа были стада овец, а у бедного соседа была одна овечка, маленькая овечка, которую он... Она жила прямо с его семьей, с его детьми в доме, и он очень за ней ухаживал, очень ее любил. И к богатому человеку приехал гость. И он, чтобы гостя принять, гостеприимство это заповедь Бога. То есть быть гостеприимным, принимать гостей, это Бог сказал. Это одна из заповедей, которую Бог сказал выполнять. Быть добрым к пришельцу. И, значит, приехал к этому гость, к богатому, и он взял, что сделал? Он украл овечку у бедного. Он ее забрал у бедного, единственную овечку. И здесь каждая деталь имеет значение, потому что он тут украл, а тут он выполнил заповедь. Может быть, оно перекроется? И пророк Натан рассказывает ему эту ситуацию, царю Давиду, и говорит ему, ну, ты царь, что делать с этим богатым? Он украл овечку, чтобы принять друга хорошо, зарезал ее, сделал шашлыки. Царь Давид говорит, ну, в Торе сказано, что делать? В Торе сказано, что если человек украл у другого овцу и ее зарезал, то есть ее использовал уже, значит, он должен отдать в четыре раза. В четыре раза он должен отдать, это как штраф за то, что он эту овцу не просто украл, а еще и использовал по какому-то, ну, там, съел, продал. Значит, должен отдать в четыре раза. Это закон из Торы четко написано прямо прямым текстом. Но, говорит царь Давид, в Торе еще есть для царя разрешение судить, у него же царская власть. И я, говорит, своей царской властью, я, говорит, считаю, что, учитывая все условия вот этой вот ситуации, вот этого богатого надо казнить. Так сказал царь Давид. На ситуацию, в которой он не участвовал. Ему пришел пророк, ему рассказал ситуацию. И тут, слушайте дальше, пророк ему говорит, это ты судил себя. Это ты судил сейчас себя. В той ситуации с Батшевой все было непонятно. Но это была, она была замужем, там очень сложная ситуация была. И, получается, ты ее забрал у мужа, ты ее, мужа убил руками амманитян. И, то есть, по закону Торы, по закону, там в каждой ситуации у царя Давида были, по закону у него были обстоятельства, которые его оправдывали. Но, если бы он сказал по закону, значит, надо, пусть отдаст четыре овцы, то тогда по закону было бы то же самое, царя Давида бы судили по закону, он был бы не виноват. Потому что по закону, по букве закона, он был не виноват во всех этих ситуациях, во всех испытаниях. То есть, ну, я не буду сейчас углубляться. Теперь, но он судил своей человеческой властью. Как мы часто судим другого, проклинаем другого, оскорбляем другого. То есть, это выбор. Это выбор, как судить другого. Но надо знать, что каждый раз, когда ты судишь кого-то, ты устанавливаешь меру суда на себя. Поэтому, если смотреть на этот отрывок с духовной точки зрения, то тогда получается, что не клевещи на раба перед господином. Не жалуйся Богу на кого-то, потому что, может быть, он тебя проклянет, тот, на кого ты жалуешься. И ты будешь виноват. Понятно? То есть, как мы себя оправдываем обычно? Что бы человек ни сделал, он себя оправдывает. И когда мы себя оправдываем, что бы человек ни сделал, в тюрьме, там, он убил 25 человек, он говорит, родители виноваты. У меня есть оправдывающие обстоятельства. Но когда человек судит другого, даже близкого, он говорит, да, ты виноват, нет у тебя оправданий, как ты мог, как ты мог. Так вот, надо знать, что когда ты судишь кого-то, ты судишь себя. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. Чтобы мы проходили, проходили вот эти вот испытания, испытания. Очень часто есть испытания, мы все время живем, как вы знаете, в компьютерной игре. Кому верить, кому не верить, что выбрать, какую цель поставить, по какой системе идти, по какой вообще кому верить. Понимаешь, открываешь один канал новости, те гонят одно, другое, другое, а эти против этих, эти против этих. Человек все время в испытании. Поэтому я для себя нашел, что Бог никогда не обманывает, но как найти путь к Богу, это уже у тебя желаю всем, чтобы нашли прямой, чистый путь к Богу. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok